Итак, друзья, сайт overclockers.ru перевели китайскую статью, ну, по крайней мере, часть. И знаете, в чём суть китайцев? Они отмечают тоже 25-летие Windows 95, и они, знаете, что заметили? Интерфейс намного проще и понятнее в Windows 95. Всё намного чётче, проще, понятнее, логичнее в интерфейсе и дизайне и так далее в Windows 95, чем в Windows 10. Вот. И это видно даже из адресной строки и так далее и тому подобное. Лично я абсолютно согласен с этим, потому что, перейдя на Windows 10, у меня тоже были, ну, определённый такой диссонанс, потому что зачем делать то, что было хорошо, скажем, ещё в Windows 7 даже реализовано, а потом всё сделать, ну, как-то не очень Windows 10. Итак, Windows 10 против Windows 95. Эксперты пояснили, почему старая операционная система лучше десятки. В конце августа прошлого прошло поистине эпичное событие. Windows 95 опраздновал 25-летие. Сейчас она кажется примитивной, настолько нефункциональной, что её с лёгкостью можно установить на тостер или калькулятор. Если подумать, что это преимущество, ведь обладая привычным интерфейсом, она оказалась невероятно нетребовательной к железу. Уже современные программисты не способны на подобные шедевры. Давайте перечислим сильные стороны Windows 95 и определим, по каким показателям старушка до сих пор круче Windows 10. Начнём. Популярность. Windows 10 потребовалось 3 года для того, чтобы стать самым популярным операционным системой в мире, а старый и добрый Windows 95 подавилось несколько месяцев. Мало того, что в то время шла шесточайшая борьба за рынок операционной системы на компьютеры, а значит, пришлось доказать потенциальным пользователям ценность собственной операционки. Основа. Всё, к чему мы привыкли сегодня, появилось в Windows 95. Это и меню пуск, и графический интерфейс, и привычная нам система папок и файлов, и проводник. Кроме того, именно там появился первый браузер Explorer. На самом деле, проще назвать инновации за последние годы, чем перечислить отличия от старушки Windows 95. Дизайн. Миллионы пользователей по всему миру считают, что дизайн и управляющие элементы Windows 10 сделаны криво. Я тоже так считаю. Они неудобны, и они усложняют пользователям опыт. Мало того, если и есть возможность вернуть прежние настройки, то сделать это можно далеко не каждый пользователь, поскольку эти самые настройки находятся в самых неожиданных местах. Простота. Именно эта проблема вытекает из предыдущего пункта. Когда вышла Windows 95, пользователям пришлось учиться всему с нуля. Это заняло много времени. Что странно, при переходе с Windows 7 на Windows 10 произошла такая же история. Порой кажется, что перед вами совершенно новая операционная система. Больше информации читайте, материалы. И тут, конечно же, ссылка на китайскую статью. И где тут читать, все на китайском. Но по картинкам, конечно, можно догадаться, о чем речь. Лично мне тоже кажется удобным, непонятным вот этот вот дизайн Windows 10. Напишите то, что вы думаете. Значит, ссылка на статью в описании. Всего доброго всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok